Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава Массея Матод, окончание книги Бемидбар. Так быстро проходит время, но мы с вами сосредоточимся немножко сегодня о другом. В этой недельной главе рассказывается, как сам великий Машер Абейну разгневался и совершил не очень правильный поступок. Я думаю, что нам специально Тора рассказывает, чтобы понять, что даже такие люди ошибаются именно в этом гневе. В словах, в неправильно поставленных понимании того, что можно говорить, что нельзя. Человеку кажется, что слова, речь это всего лишь дуновение, исходящее из рта. Что я такого сказал? Всего два слова. Такая мысль это явная ложь, потому что нас специально обманывает воображение, потому что на самом деле слово это важное, сильное, мощное оружие. И не случайно оно обладает громадной силой, разрушает страны, строит миры, разбивает сердца. Она может и оживлять подавленный дух. Многие качества человеческого характера могут быть положительными и одновременно отрицательными. От жадности хотя бы деньги бывают. Единственное, что в мире всегда в минус и всегда убивает человека, это гнев. В этой недельной главе, я повторюсь сам Машер Абейну, гневается и результат отрицательный. Гнев лишает человека разума. Гнев может уничтожить самые прочные связи. Гнев это, как определяли наши мудрецы, временное сумасшествие. Мудрецы сравнивают греховную склонность человека к гневу с наличием у него внутри ложного бога. Этот ложный бог на самом деле является богом каким самопоклонением. Потому что человек гневается тогда, когда угрожает что-то преувеличенному чувству собственного достоинства. Был очень интересный рабе Авраам Йеллен, он посвятил огромную книгу, такую Эрих Апанаем, Апаем, простите, Эрих Апаем, когда человек узнает именно о гневе. Он пишет, что когда человек узнает, что тяжело болен, и он стремится найти лучших врачей и лучшее лекарство. Почему же тогда вы не предполагаете все усилия, чтобы излечиться от гнева, спрашивал его. Для этого необходимо мобилизовать всю силу воли, научиться технике самоконтроля. Но разве это высокая цена за преодоление болезни, которая представляет смертельную опасность? Многие люди страдают из-за того, что не умеют контролировать себя. Гнев разрушает взаимоотношения между супругами, родными, близкими, партнерами по бизнесу. Гнев ослепляет, лишает разума, приводит человека к преступлению. И вот, повторяю, даже Маше Робейну, когда позволил себе гневаться, к сожалению, такой результат. Написано больше того в Торе. Из-за того, что Моисей разгневался, это Раша комментарий пишет, он ошибся. То есть каждый раз мы точно ошибаемся, хотим мы этого или не хотим. Зачем же мы заранее идем на ошибки? Неслучайно мудрецы видели в засловии причину разрушения второго храма. Представьте себе, второй храм, великий храм, построенный Богом, разрушен был из-за вот этого всего. Дело в том, что мир этот кажется нам таким твердым, каким материальным. Но на самом деле Всевышний сотворил мир словом. По образу и подобию своему сотворил человека. А значит, человек может вот этими словами творить миры. Потому что он наделен огромной силой слова, способной разрушать, давать, отнимать жизнь и так далее. Почему даже самый справедливый гнев никогда не оправдан? Слово, исходящее из сердца, переполненного гневом и ненавистью, несет только гнев и ненависть и разрушение. Иногда люди оправдывают себя тем, что в этой ситуации нужно прогневаться. Но наши мудрецы пишут совсем другое. Что человек имеет право иногда показать гнев на лице, но никогда не имеет права гневаться в сердце. Был такой раб, раби Хаим Виталь, знаменитый, он учился у великого каббалиста Аризали. И он говорил, что Аризали наставлял его никогда не гневаться. Даже во имя каких-то возвышенных целей. Он говорил, что гнев всегда разрушает. Надо в это вдуматься. Гнев всегда разрушает. Мы в молитве, которую читаем утром, говорим такие слова. Пусть душа моя повергается в прах пред каждым и молчит перед теми, кто проклинает меня. Говорит каббала, что человек, которого прилюдно оскорбляют, и он молчит, с него списываются все грехи. Каббала говорит, что если человека прилюдно оскорбляют, и он молчит, он становится почти святым. Он может давать браху, которая обязательно приводит к результату. Ну и последнее на эту тему. Написали наши мудрецы, что же делать человеку, который чувствует, что вот-вот разгневается. И дали три совета. Первое. Надо глубоко вздохнуть и замолчать. Второе. Пойти прогуляться. И третье. Взять и прикусить себе язык. Но только не идти путем гнева, злобы и распространения этого в мире. Браха, вы от слоха. Прикусим язык. Прикусим. 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 Прикусим.